Отличный подарок за необычное новогоднее поздравление. В эти праздничные дни Ростелеком проводит конкурс, участники которого абоненты, подключившие услуги мобильной связи в период с 23 декабря по 8 января и написавшие свое поздравление, адресовать которое можно кому угодно. Первый этап конкурса завершился за несколько часов до нового года. Шесть авторов самых интересных поздравлений получили в подарок смартфоны, а за лучшее стихотворение его автор был награжден планшетом. Как говорит сам победитель, поздравления в стихах он написал всего за час. Вечно наш Ростелеком. Думаю, ну а что бы не попробовать. Попробовал, получилось, первый раз в жизни. Какие эмоции по этому поводу испытываете? Немножко растерянность. Ну и радость, конечно, хороший подарок к Новому году. Написать поздравление можно в расчетно-сервисном центре Ростелекома на Пушкино-14 или в торговом центре Планета. Подключите услугу мобильной связи, проявите фантазию и повесьте снежинку с пожеланием на новогоднюю елку. И, возможно, именно вы получите ценные подарки в самом начале 2014 года. В этом году мы, как всегда, любим и помним о своих абонентах. И в конце года провели конкурс на лучшее смс-поздравление, где наши абоненты просто друг друга поздравляли с Новым годом, либо компанию Ростелеком. По результатам этого конкурса мы отобрали лучшее поздравление и вручили с большим удовольствием подарки. Те абоненты, которые до 8 января пришлют в адрес нашей компании поздравления с Новым годом, точно так же получат возможность получить подарки и сувениры от нашей компании. Вручение призов участникам второго этапа состоится уже 10 января. Все подробности об участии в конкурсе новогодних пожеланий можно узнать в абонентских отделах Ростелекома в Ешкар-Але. Время работы расчетно-сервисного центра в праздничные дни на ваших экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин